Дорогие друзья, поехала я в город на оптовую базу. У меня есть 2-300 по сумме денег. Да, это немного. Вы скажете, что с этой суммы на оптовую базу есть. Ну, сколько есть, только едем. От мужа на зарплату 100, а с 2-300. Едем, короче говоря, мне надо купить комбикорм, рис, спагетти, хотя бы масло растительное. Ладно, идем на остановку, едем в город. Сегодня погода немного ветреная, так в целом нормально. Дождя нету, но не сказать, что совсем жарко. Я так кофту одела на всякий случай. А так все хорошо. Идем на остановку, сейчас у меня на комбинате вылезу с автобуса, выйду из автобуса и надо будет идти в сторону оптовой базы. Там меня знакомые уже будут ждать на машине, чтобы закупиться. И надо сходить в Валберес. Там мне, моя подписчица сделала подарок. Я все не могу доехать и забрать. А какой подарок, покажу попозже. Если вам интересно, то обязательно оставайтесь. Приехала к оптовой базе. Иду. Сейчас меня там ждут уже. Ну, сначала к дому кого-нибудь надо подойти. А потом уже по этой оптовой базе. Поедем уже с ним. Ладно, идем. Потом покажу вам все, что я купила. Если интересно, то оставайтесь. Ребят, я только приехала домой. Там Света идет со мной. Тут на улице просто была. Помогала подруге собирать мебель. Она сама на работе. Мы сегодня с ее мужем собирали там всю мебель. Прибирались. Окно делали, которое они выставляли. Короче, я сегодня опять на подхвате у подруги. Постоянно все собирали. Она стенку новую купила и помогала собирать. Так что вот так. Вот сейчас приехала домой. Покажу, какие духи привезла. Также я сегодня купила 5 пакетов муки. Вот это вот. Потом туалетную бумагу. 5 риса. Спагетти. Там масло и кетчуп. Света, кетчуп забери из пакета. Поставь в холодильник дома. И 3 бутылки масла. Ну и еще 2 комбикорма. У меня вышло на 2 300. Устала. Дома. Конечно, не прибрана. Дети ничего не хотят. Даже не прибрались. Так, что я купила в магазине. Увидела вот такие вафли. Надо еще бы сгущенку купить. И можно будет вафельный тортик сделать. Также взяла батон нарезной. Взяла такой тостовый хлеб. Ребят, сейчас покажу то, что я заказывала. Помните, я вам как-то говорила, что у меня вообще нету прищепок. У меня проблема с прищепками. И смотрите, какие я заказала. Вот такую вот упаковку. Она вешается вот на эту штучку. Так, прищепочки. Тут 40, по-моему, прищепок, если я не ошибаюсь. 45 штук. Взяла я ее за 200 с чем-то рублей на Валберес. Она на крючочек так вешается. И прищепок тут много. И сейчас покажу, что мне подарила моя подписчица. Спасибо огромное. Она мне подарила вот такие вот духи. Я их еще не открывала. Сейчас попозже немножко открою. И еще одни, ребят, духи. Так, сейчас уберу. И еще одни вот такие вот духи. Тут, я не знаю, где-то написано. А нет на коробочке? А да, написано. Вот так вот. Ну, там плохо видно, ребят, надпись. Ну, вот факт то, что сейчас попозже немножко открою и понюхаю. И скажу, какие вкуснее, какие, может быть, не очень вкусные. Но я люблю вообще сладкие ароматы. Вот императрица мне нравятся духи. И вот что-то наподобие императрицы такие. Ладно, сейчас отдохну немножко и все расскажу и покажу. Сейчас сидела, нюхала духи. Вот эти так себе, ну, не заценила. Их, если честно, не по мне немножко. Вот чуть-чуть не тот аромат. А вот эти вот вторые, они классные. Но минус. Духи сломаны. В чем сломаны? Сейчас объясню. Видите? Сам колпачок этот весь сломанный. Я когда открыла, я еще там заметила, что трещина какая-то открыла, оно вот весь сломанный. И причем я даже не брызгала. Такое ощущение, что его уже кто-то открывал и кто-то брызгал. Потому что вот аромат у них прям стоит, что брызгали. И сам колпачок сломанный. Вот так вот. Расстроена, конечно. Ну, попробую сейчас клеем заклеить. Духи, аромат классный. Вот эти вот мне духи очень понравились. Спасибо большое. Но эти тоже буду пользоваться. Куда деваться? Духи у нас вообще на лед улетают. Потому что девчонки пользуются, я пользуюсь. Поэтому вот эти вот вкусно пахнут. Но вот видите, колпачок только сломанный. На две части. Ладно, и коробочка интересная. Она так вставляется. Интересная коробка. Ладно, буду чай пить. Всем добрый день. У нас уже день. Я съездила в город, заняла у знакомой денежку. Съездила, закупила еще кое-какие продукты. Сейчас вам в целости все покажу. Сейчас девочки там мне стол сделают, организуют. Все на стол красивенько разложат. Да, Маша? И мы вам покажем все, что я купила. Если интересно вам, то оставайтесь. Завтра у нас ярмарка. Будет продавать рассаду. Света, включи компьютер, пожалуйста. Мне надо видео выпустить. Спасибо. Будет рассаду продавать. Но у меня нет денег, чтобы купить. Я хотела кусты. Хотя бы вот вишню я бы взяла. Я бы у нее взяла бы. Хотя бы на пробу посадить, посмотреть, что-то будет, не будет вообще. Но, увы. Ладно, дорогие друзья, всем хорошего дня и хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Будьте чуточку добрее. Мир тогда к вам потянется. Так, дорогие друзья, начинаем по порядку. Что я купила? Купила макароны вот этой фирмы. Мне нравится. Двух сортов взяла. Спиральки две пачки взяла. И взяла еще вот такие вот. Одна пачка всего лишь была. Но такие вот детям нравятся, по сути. Также взяла этой же фирмы спагетти. Пять пачечек. Потом взяла три литра молока. Три булки белого обычного. И дешевого по 19 рублей. Две булки взяла. Хочу сухарики сделать. Потом купила уксус яблочный. Хочу попробовать сама сделать морковку по-корейски. Дальше купила баночку имбиря. Сыр по акции вот за 110 рублей вот такой вот взяла. И вот такой вот что-то вот. Мы такой не пробовали ни разу. За 89 рублей взяла по акции. Срок годности у них хороший до 22 года. Ой, до 16, 10, 21 года это срок годности. А это до 22 года срок годности. Всегда проверяю сроки годности. Дальше печенюшек деткам взяла. Дальше взяла морковку по-корейски одну, чтобы там посмотреть рецепт. И также я посмотрела, что там кориандр надо. Взяла отдельно еще можно будет сделать. И вот такие вот каши. Пять пакетиков взяла деткам. Что-то пять взяла мало. Ну ладно. Дальше взяла капусту. И огурчики. Хочу вечером салат сделать. Дальше у меня будет, ребята, посадочный такой разнообразие. Я взяла картошку. Четыре вида на посадку разные. Она по 90 рублей. Тут четыре разных вида. Я бумажки везде написала. Хочу отдельно посадить и вырастить ее. Посмотрим, что получится из этой картошки. Дальше. Для грядок взяла вот такую вот. Сейчас хочу посыпать. У меня там уже взошел лук, чеснок. Надо посыпать. Дальше. Что купила? Купила салат. Вот такой вот салат взяла. Вот такой салат взяла. Это уже в другом магазине я брала салат. Потом в другом магазине брала свеклу. Свеклы почти нигде, ребята, нет. Три пакетика свеклы взяла. Потом еще в одном магазине я брала семена. Ой, сейчас покажу, какие. Маш, помоги, пожалуйста. Стоят все, а никто не поможет. Дальше взяла вот это вот. Что это? Укроп взяла. Еще один укроп взяла. Петрушку листовую. Петрушку я обожаю просто вообще. Редиску один пакетик взяла. Потому что что-то у меня редиску не получается нормально вырасти. Поэтому и вот такой вот салат. Еще зеленый взяла. Также вы мне в комментариях писали насчет того, чтобы сорняки убирать. Ребята, взяла вот такой вот. В капсуле оно по 30 рублей. Два штуки взяла. Сколько хватит, сделаю по краю грядок, между грядками тропки. Но я почитали мы тут, что оно разводится на 5 литров воды, ребят. И вот буду делать. Надеюсь, получится у меня что-то. Вот такие вот в целом. Сегодня у меня все покупки на все, что мне денег хватило. Но сегодня я еще подругу попросила, чтобы она мне бутылку с грушенки купила на оптовой базе. Там по 98 рублей с грушенка в магазинах. Она дороже, большая бутылка. Ладно. Сейчас вот все это уберем. Попью чай и пойду на огород. Дорогие друзья, знаете, что хотела показать? Ну, тюльпан, то, что свели, вы у меня видели. Так плохо видно. Видите, кошки перерыли. Видите, лук лежит. Но я потом поближе подойду, когда на огород пойдем покажу. Все грядки кошки опять мне перекопали. Там весь лук выкопали. Ё-моё. Тюльпаны мои цветут. Красота. Помидорки мои стоят. Ладно, пойдем чай пить. Кися. Смотрите, наша кися любит в домике спать. Да, Василиса? Ей тут такое организовали местечко. Тут у нее даже игрушечки, видите, есть. И она тут вот так вот спит. Да, Васька? Васька. 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 Васька хорошая киска. Мама куфает. Но маму она любит. Но у нас девочка хаёс. И лапы растянула. И она вот так вот постоянно здесь в домике спит. Ей тут нравится. Ё-моё. Я иду на грядки, чтобы вам показать, что уже у нас там происходит. Вот вы мне всегда вот так говорите. Да как могут твои соседские кошки копать грядки? Сейчас я вам покажу. Помните, мы с детьми лук садили, который я вам уже сегодня с окна пыталась показать, но там плохо видно было. Ой, у нас черёмуха, ребят, зацвела. Классно. Сейчас я вам покажу, что с моими грядками происходит. Ну что, готовы? Так, на эту грядку я ещё не садила. Лук с чесноком. Смотрите, как красота, ребятки. Ну вот ещё должны зацвести. А вот смотрите, лук-посадка. Видите? Головки лука. Вот, пожалуйста. Вот. Видите, как кошки скапывают их? Вот где оно было посажено? Я просто натыкаю. И всё. И тебе что они делают? Вон что. Все грядки перекопали. Я так вот постоянно. Маги, цветочки. Да, Мариночка, цветочки. Смотри, какие красивые они внутри, Мариночка. Красота. Да, ведь? Да. Смотрите, ребятки, какая красота. Тюльпанчики тут вот разные должны быть. И там красивые. И там. Марина, скажи всем привет. Привет. Да, и там красивые. Так что вот так вот. Ой, у сетки тоже там тюльпаны красивые. Сейчас покажу. Смотрите, какая красота. Тоже красивые тюльпанчики. Да, у нас красивые. Сейчас мы с Егором пойдём вот эту вот грядку копать и вот ту грядку копать. Короче, работы ещё много, а рук нет. Да? Да. Ладно. Так что вот так вот у меня. И сегодня буду делать траву, всё опять убирать. Мариночка, не топчись, пожалуйста, там. Пошли. Ладно, пойдём домой. Так что вот так вот, дорогие друзья. Кошки у нас копают тут только в путь. И ничего я с этим поделать не могу. Хоть ты что-то делай. Как же классно. Черёмуха пахнет, ребят. Просто класс. Вон, Мариночка, здесь понюхай. Я тебе веточку сейчас опущу. Ну, нюхай. Вкусно пахнет. Веточку опустила, Марине. Классно пахнет. Вообще вкусно. Смотрите, сейчас я вам поближе покажу. Смотрите, какая белая черёмуха, ребята. Ну, посмотрите, какая красота. А какой аромат стоит. Вы даже представить не можете. Это не ёлка, это черёмуха. Потом компоты буду опять из черёмухи делать. Нынче хорошо компоты. Почти всю зиму мы пили. Да, Мариночка. Идию у нас есть. Да, Мариночка. В платьишке гуляет. Сейчас ребятишки тоже будут выходить. Там курочки наши сидят, копошкаются. Опять все ведра пороняли. Вот что за курицы такие тупые? Все ведра пороняли, покидали. Мама, а Тёма выгонял тех петухов. Не надо. Нельзя гонять ни курочек, ни петухов. Некрасиво. И здесь у меня тоже черёмуха, ребят. Смотрите, какая белая вся. А здесь и нам получше белая. Уже прям такие веточки. Ой, дотянуться бы. Смотрите, как красота. Мам, смотри. Аромат. Мам, смотри. Да. А езжайте, пожалуйста. Ребят, вы не представляете, какой аромат. Ой, вообще классно. Нравится мне очень. У нас вот там черёмуха, да? Вот здесь черёмуха. И вот там вот возле бани ещё одна черёмуха. Вот эта вот. Видите, она тоже белая уже. У нас три черёмухи. Классно. Потом будем опять ягоды собирать. Я в том году варила компот из черёмухи. Почти на всю зиму нам хватило. У меня дети любят, кстати, компот из черёмухи. Им нравится. Так что вот такие вот у нас дела. Да, Мариночка? Нельзя, Марина, обрывать. А то ягодки не вырастут. Я будто там понюхала. Понюхали ты. Сейчас пойдём грядки копать с Егоркой потихоньку. Маша у меня посуду моет. Вот это вот, я не помню, по-моему, черноплодка, что ли, это у меня. Или ирга это у меня. Ирга, по-моему, это да. Одно деревце ирги у меня всего есть. Хотелось бы побольше, но... Мама, я закупал. Они очень дорогие. Пятьсот, шестьсот рублей, семьсот рублей. Разница. Поэтому возможности пока нет купить. Я бы вот, что бы сейчас точно взяла, я бы взяла бы вишню. И взяла бы яблоньки. Ну вот, не знаю. Будет возможность куплю, не будет возможность, значит, не куплю. И да, вы мне пишите. Настя, опять проси деньги. Ребята, я никогда у вас деньги не просила. Честно. Да, мне тяжело. Вот у меня одна девчонка знакомая ругает. Настя, вот ты всем помогаешь. Ты всем помогаешь. Да, я помогаю. А что в этом плохого? Да, я подруге вот помогаю с переездом. Она мне говорит, Настя, вот ты помогаешь. Почему тебе не помогут? Тот же самый огород, скопатель, что-то. Да потому что я не прошу никогда. Я никогда не прошу. Я стараюсь сама. Сколько я могу сама, столько я тяну. Да, муж. Муж, он не хочет. У нас рамы стоят. Я ему говорю, посмотри, много видеороликов из рамы. Я ему предложила свои варианты из рамы сделать парника. Он сказал, тебе надо, ты и делай. Весь ответ был. Вот и получается. А рабочих у меня пока нет возможности нанять, каких-нибудь мужчин нанять, чтобы они мне сделали. Просто нету. Вот и думаешь. А надо ли мне это все садить? Честно, руки опускаются. Потому что, Марин, помолчи пока. Потому что от родных поддержки нету никакой. Никому ничего не надо. Муж, как он мне один раз сказал, а мне и так неплохо живется. Зачем ты все вот это вот, что-то пытаешься, бьешься, делаешься. Оно тебе надо? Я говорю, мне оно надо. Он сказал, а мне не надо. Мне и так неплохо живется. Да, я для вас, для всех хреновая. Блин. Знаете, да это ваше мнение. Это пожалуйста. Что хотите. Пишите, говорите мне уже пофиг. Я что могу, я делаю. Да. Что могу, делаю. Но я немного могу. У меня сил нет тоже. И в одного все это делать очень тяжело. Ладно. Че я с вами сижу. Мне надо идти огород копать. Всем хорошего дня и хорошее настроение. Будьте чуточку добрее. Тогда и мир вам улыбнется. Всем говорю, пока-пока. Продолжение следует.